Семинар Тони Робинса Как все прошло? Прошло все классно, прошло все в стиле Тони Робинса. Я, кстати, не увидел на семинаре возмущенных людей, всем все понравилось. Но посмотрите, как об этом событии высказались в СМИ. Они все сделали в своем стиле. Это развод, это секта, разводят честных граждан и люди подают иски. Я не знаю, как они это смогли вот так вот преподать, найти этих людей, которые на Тони Робинса подают иски за то, что он не научил их, как зарабатывать огромные деньги, за то, что он провел самую дорогую дискотеку, за то, что он выступал три часа, налил какой-то воды и ушел, струбил со всех денег. Чтобы добиться успеха, нужно просто поставить цель. За откровение такого рода российские слушатели американского бизнес-тренера Тони Робинса заплатили до полумиллиона рублей. Руслан хочет вернуть эти деньги и потребовать еще 150 тысяч компенсации. Пока ИСПОН только готовит, Анжелика Бронникова в суд уже подала. Я просто опустошена, я не вдохновилась, я ему похлопала. Такое ощущение, что он забрал мою энергию, а не я получила. Кажется, какой должен быть уровень мероприятия. Но вместо шампанского и красной ковровой дорожки зрители ждала суровая реальность. Огромная манночасовая очередь в Олимпийский. 9 утра, это очередь на Тони. Такая ни хрен, ни слабая. А затем еще одна очередь за наушниками с синхронным переводом. Сам Робинс на сцену вышел в 14.40, а обещал в 12. Зрители шутили. Жить их учит человек, который опаздывает на собственное мероприятие. Выступал Робинс 3 часа. Люди негодовали, платили за 7-часовой тренинг. По поводу организации в СМИ не сказали, что это виновата синергия в этом, что это не Тони Робинс виноват. Тони Робинс и не хотел ехать. Он знал наш менталитет, он знал наших людей, он знал, как об этом мероприятии будут все говорить. Я не знаю, как настолько плохо можно организовать мероприятие, что даже не положить батарейки в перевод. Представляете? Даже не положить батарейки. На одно место было три билета. Организаторы просто в наглую срубили денег. Те, кто ходят на подобные семинары, те, кто в этом разбираются, понимают, что никакого секрета вам никто там не расскажет. Вам не расскажут, как за один день стать миллионером, как за один день изменить жизнь. На это все нужно время. Нужно находиться в этом состоянии. Нужно идти к этому каждый день. Нужно работать над собой. Нашим странам такая концепция не нужна. Такая концепция невыгодна. Нам нужен рабочий класс. Нам не нужно, чтобы какой-то американец приезжал, учил нас, как нам жить. Нам нужно идти на работу. Честно работать на государство, а не ходить на непонятные какие-то мероприятия. Честно зарабатывать свои 30 тысяч рублей в месяц. Вот это вот правильная позиция. Вот что нужно нашим странам. Лучше ходить на песню года. Там тратить на билет тысячу долларов, чем ходить на Тони Робинса. Невыгодно нашему правительству, чтобы люди думали и развивались. Пусть люди развлекаются, пусть люди бухают в барах, работают за 30 тысяч рублей. Вот это нужно. Никто же не скажет в новостях, что подают в суд люди на песню года. Что люди пришли, ожидали хитов, а хитов не было. Они потратили свое время, они потратили деньги. Нет, так не скажут. Скажут про семинары. Возьмем цитату Тони Робинса, я точно не помню, как она звучала. Найди свою страсть, найди свою цель и иди к этой цели всю жизнь. Вот и все. И за такой лозунг, за такую банальщину люди заплатили такие баснословные деньги. А что вы думали? Что людей научат, как вот взять и заработать миллион, что вам возьмут и в карман по миллиону всем дадут. Секрет миллионера, секрет успеха, он очень-очень простой. Найди свою страсть, найди любимое дело, генерируй ценность и никогда не сдавайся. Иди с этим делом по жизни. Занимайся этим всю жизнь. Вот и все. Вот весь секрет миллионера. Вот что сказал Тони Робинс на семинаре. И люди остались недовольны. Он обещал изменить жизнь каждого, раскрыть внутренние ресурсы и научить зарабатывать миллионы. Но со сцены бизнес-тренер Тони Робинс выкрикивал примитивные лозунги. «Скажи да! Скажи да! Скажи да! Скажи да!» Предложил помедитировать и говорил банальности. Как вы можете быть счастливыми, если все время фокусируетесь на том, что вы упускаете? Невозможно, но если вы будете фокусироваться на том, что вы имеете, вы почувствуете себя лучше. Вряд ли подобная не слишком оригинальная мысль может привести всю толпу к успеху. Но ведь это не все. Робинс еще предлагал вести себя по жизни активнее. Да что там? Раскрыть свое сердце навстречу мечте. Чтобы стать миллионером, нужно просто это все делать. Нужно просто идти до конца. Вы не поверите. Вы станете миллионером. У вас попросту не будет шанса не разбогатеть, если вы будете следовать этому правилу. Этому правилу, блин, следуют все. Все миллионеры, все миллиардеры. Возьмем Цукерберга с его фейсбуком. Возьмем Билла Гейтса. Я всегда привожу в пример Эминема. У него есть страсть. Музыка. Он занимается рэпом. Он идет с этой страстью всю жизнь. Вот и все. Это очень-очень просто. В чем вообще была суть семинара Тони Роббинса? Хотите, я вам перескажу весь семинар вот в двух словах. Нужно находиться в правильном состоянии, чтобы добиваться успеха. Тони Роббинс пытался научить нас, как быть в этом состоянии. В состоянии страсти. В состоянии хотения какого-то, чтобы добиваться успеха. Чтобы изменить свою жизнь, нужно изменить свое мышление. Нужно изменить отношение к происходящему. Только тогда вы добьетесь успеха. Вот и все. Вот и весь семинар. А сложность – это враг реализации. Такая же была концепция и в книге «Секрет миллионера» Марка Фишера. Я вот прочел комментарий одного пользователя, и он четко это все рассказал. Как думал герой, что все сложно. Что «Секрет миллионера» – это какой-то там непонятный секрет, который известен только узкому кругу людей. Нет. Это все банальные истины. Чтобы дойти до цели, нужно только одно – идти. Все. Все настолько просто. Если вы будете идти до конца, вы никогда не проиграете. Если вы никогда не сдадитесь, вы никогда не проиграете. У вас не будет шанса проиграть. Вот весь секрет миллионера. Вот что пытался донести вам автор. И всеми этими танцами, и всеми упражнениями, которые проводит Тони Робинс, он пытался вызвать это состояние. Вот весь смысл этого семинара. Он пытается донести людям, что только так можно генерировать успех своим мышлением, своим отношением к происходящему. Как это все сказали в новостях. Приехал американец, срубил денег, люди попрыгали, отдали большие деньги за дискотеку, и нужно возвращаться к суровым будням. Вот как это все сказали. Какая чушь. Четырехчасовой семинар в Олимпийском недовольные зрители назвали самой дорогой дискотекой своей жизни и начали подавать в суд. А вот Анастасия после тренинга в Олимпийском в очередной раз убедилась. Эффект воодушевляющей речи краткосрочный. Дальше неизбежно наступает понедельник, и вместо танцев в Олимпийском ждет реальная работа. А чей это выбор? Вернуться в суровые будни или следовать за мечтой? Это выбор каждого. Кто-то извлечет пользу, кто-то пойдет до конца, а кто-то скажет, это все развод. Неудачники всегда будут говорить, что их всегда разводят. Так было и будет. Вот, чем успешные отличаются от неуспешных. Давайте я приведу в пример ту девушку с новостей, которая подает иск на Тони Роббинса, которая возвращается к суровым будням. Я вам покажу мое мышление и мышление этой девушки. Почему эта девушка не добьется успеха с таким мышлением, с таким состоянием. А я буду все дальше генерировать успех. Это Тони Роббинс говорил. Почему богатые богатеют, а бедные беднеют. Может вообще эта девушка подставная и все это подстановка. Они же не взяли интервью у миллионеров, которые были на Тони Роббинсе. Почему вы у них не возьмете интервью? Они берут интервью у обычных людей, которые на все жалуются. Итак, смотрите, мое мышление. Я беру ответственность за происходящее. За все отвечаю лично я. Что делает девушка? Она не берет на себя ответственности. Она винит всех в своих проблемах. Она винит Тони Роббинса за то, что он не научил ее, как ей жить. Следующий шаг. Везде я ищу возможности. Как это мне поможет? Как я могу достичь успеха? Я ищу возможности. Девушка ищет отговорки. Следующий шаг. Со всех ситуаций я извлекаю только пользу. Я пытаюсь генерировать для себя пользу. Со всех ситуаций. Девушка пытается генерировать негатив. Вот и все. Вот два разных типа мышления. И как же вот мне смешно с этих комментариев. Я читаю эти комментарии. И люди, которые зарабатывают по 20-30 тысяч рублей в месяц. Говорят, да. Разводят этих богатых мажиков. Какие же вы там лохи. Какие же вы мудаки, что отдаете за билет. По полмиллиона рублей. Вот вы лошары. Кто здесь лохи? Вот скажите мне, пожалуйста. Я уже это говорил. Люди, миллионеры, которые могут себе позволить отдавать такие суммы за семинар. И люди, которые зарабатывают по 30 тысяч рублей в месяц. Кто в этой ситуации лох? Ну вот скажите, кто здесь лох? Кого здесь разводят? Вот скажите мне, может разводят этих людей? Может правительство им вешает лапшу на уши и говорит. На тех людей не смотрите. Они мажики. Их все разводят. Вы красавчики. Вы работаете на заводе за 30 тысяч рублей в месяц. Вы молодцы. Вы помогаете государству. Вот вам там какие-то премии. У вас будет пенсия. У вас будет стаж. И всякая подобная херня. Вот кого разводят. И как же мне, блин, жалко, что эти люди этого не понимают. Еще люди одного не понимают, которые говорят, как можно заплатить такие большие деньги, за такую банальщину, в эту всю банальщину. Можете прочесть в книгах, в эту всю банальщину. Можете посмотреть, блин, на ютубе. Это все там есть. За что я заплатил за семинар в Роттердаме 6 тысяч евро? Скажите, за что? За близость. Я заплатил за близость, за общение с миллионерами. В Роттердаме было 2000 человек. И 1000 это долларовые миллионеры. Вот за что я заплатил такие деньги. Понимаете? Не за информацию Тони Робинса. Люди этого вообще не могут понять. Может быть, я у Тони Робинса узнаю только, ну, 5% информации. Но зато познакомлюсь там с миллионерами. С миллиардерами. У которых узнаю, блин, 90% информации. Может, благодаря этим людям, этим связям, я выйду на новый уровень. Я увеличу свой доход на 100%. Кстати, после семинара Тони Робинса в Роттердаме, мои доходы выросли ровно в 2 раза. Зарабатывал 30 тысяч евро в месяц, 30 тысяч долларов вернее. А зарабатываю уже больше 60. Я приехал и полностью перестроил всю систему. Чем выше цена за семинар, тем выше ценность. Я себе думал, блин, я заплатил такие огромные деньги за семинар. Я буду слушать каждую букву, блин, Тони Робинса. Я буду на этом семинаре от начала и до конца. Я не пропущу ни одной минуты этого семинара. И я извлек ценность. Я извлек пользу. И я увеличил свою прибыль в 2 раза. Вот как это работает. Вот вам и инвестиция. Лучшая инвестиция в знания. Сколько я проинвестировал? 6 тысяч евро. А сколько заработал? 60 тысяч долларов. В 10 раз моя инвестиция окупилась. Вот вам инвестиция. Ни в банк, ни в биткоин. Вот куда нужно инвестировать. За все года я понял, что самая лучшая инвестиция это инвестиция в себя. Никогда не жалейте на этот денег. И я хочу быть в этой секте, как люди говорят. Секта, там все прыгают, там все сошли с ума. Я хочу быть в той секте. И лучше, чтобы цена за билет в эту секту была, блин, по 5 тысяч долларов, по 10. Потому что, когда будет такая огромная цена, на этот семинар будут приходить только богатые, только миллионеры. А все остальные будут отсеиваться. И там у нас будет такой круг общения. Там будут генерироваться такие идеи. Там настолько я буду заряжаться мотивацией. Вот, я хочу находиться в такой секте. Секта это круг людей, которых объединяет одна идея, которая одного мышления. Вот, как вы будете себя чувствовать после секты работяг? Все плохо, зарплату опять нам задерживают, правительство у нас плохое, страна у нас плохая, плохое настроение. Пришли домой, блин, поссорились со всеми, прибухнули, легли спать. Новый день, новые проблемы, те же проблемы. Вот вся ваша жизнь. Я не хочу быть в той секте. Это та же секта, просто люди это не осознают. Я хочу быть в той десяточке, с богатыми и с успешными. Там я уже был внизу, я знаю как там, мне это мне понравилось. И я принял решение изменить свою жизнь. Вот и все. Мне еще часто говорят, почему ты орешь на камеру, я оратор. В этом моя суть, такая моя подача. Если не нравится, не смотрите, это же ваш выбор. Вы можете меня просто не смотреть и перейти на другой канал. Как все просто в этой жизни. Итак, еще раз повторю. Только вам решать, с кем вам быть. Правы все. Если вы думаете, что это развод, значит это развод. Запомните, так и будет. Если вы думаете, что жизнь развод, что везде вас разводят, такой и будет ваша жизнь. Если я буду думать, что везде успех, что везде возможности, я их буду искать, я их буду находить. Я тоже буду прав. Все правы. На этом я с вами буду прощаться. Прилетел с Москвы и сажусь за видео. Я читаю ваши комментарии, я вижу все ваши пожелания. Будут видео с выводом денег, будут видео с пополнением денег, будут видео с верификацией. Также будет видео о стратегии торговли с телефона. И еще я вас хочу предупредить, что на 80% вопросов, которые вы задаете, есть уже видео на моем канале. Просто пролистайте мой канал. Там есть видео о выводе денег, о торговле с телефона, о фигуре разворота, о e-payments. Все эти видео у меня уже есть. Так что, если вы со мной согласны, если вы разделяете мою точку зрения, поставьте этому видео лайк и подпишитесь на канал. А если вы не согласны, просто не смотрите меня, отпишитесь от меня. Все в этом мире очень просто. Огромное спасибо всем за поддержку, за просмотр. Пока!